Такие акробатические номера Влад Садовников привык выполнять в городской местности. Паркурщик уверяет, у этого вида спорта нет преград. Тем более, когда занимаешься с 7 лет. Я начал заниматься с самого детства. То есть я смотрел за другими, как кто делает по-своему. Вот и научился. Тренировался долго я. Тоже падал, все вставал, начинал заново. Тех, кто падал и вставал в парке экстремальных видов спорта, собралось несколько сотен. Здесь прошел фестиваль «Спорт весна». Роллеры, велосипедисты, скалолазы пришли не только себя показать, но и других привлечь. Здесь представлено около 15 различных видов спорта. Это и показательная программа, и спортивные конкурсы, и мастер-классы, и соревнования между спортивными клубами. И зрители могут принять участие, и спортсмены. Зрители могут познакомиться с различными спортивными клубами, вступить в них, присоединиться к различным спортивным организациям. Собраться вместе спортсмены решили, чтобы показать, молодежь может не только пить пиво по подъездам, а заниматься чем-то действительно интересным. Например, научиться делать такие трюки. Или научиться танцевать прямо, как эти девушки. У нас были готовые связочки, и мы подстраивались под местность, которая здесь, под формат фестиваля. То есть связочки между собой, соединили музыкой, и сделали что-то более интересное, более для под формат подходящего фестиваля. Те, кто не хочет ждать свободной площадки, танцуют прямо в холле. Чуть дальше турникмены показывают, что просто подтягиваться на турнике давно неинтересно. Эти молодые люди уверены, после таких фестивалей спортсменов в городе станет больше. Ну, сейчас это начинает развиваться, набирать обороты. Поэтому этому нельзя не радоваться. На самом деле мы растем, мы хорошо растем. Свои спортивные навыки экстремалы показывали 4 часа. Здесь им можно даже на голове стоять. Нельзя только пить и курить. Наталья Медведева, Вадим Гапанчук, ТВК Новости.